Приветик, друзья! Сегодня у меня в руках мраморная говядина вырезка из лопатки. Это одна из самых ценных и дорогих частей мяса. Это, конечно, очень дорогое мясо, с одной стороны, с другой стороны оно должно быть мягким. Сейчас мы будем с вами пробовать, нюхать его, смотреть его структуру. Вообще, когда я только начала покупать разное мясо, именно пусковое мясо, я обратила внимание на то, что оно по-разному пахнет, у него разная структура, даже в куске. Но я вас не говорю о том, что оно получается очень разное, когда готовится. Ну вот, посмотрите упаковочку. Эта же вырезка идет у нас из лопатки, спинная часть задняя. И что у нас здесь еще написано? Полуфабрикат мясной из говядины. Трататани содержит ГМО. На самом деле, что важно? Когда выбираешь такое мясо, очень важно его вот так вот прощупать на наличие прожилок и включений. Бывает так, что вот тоже самое лопатку или какую-то там вырезку, вот так вот берешь, и она вот здесь вот в одном месте явно такая жесткая. Иногда бывает, что это жесткое место хорошо потом готовится и становится мягеньким. А бывают такие жилки, они на ощупь выглядят как канатики, такие жгутики. И вот я такие стараюсь не брать. Но здесь этих жгутиков не было. Здесь достаточно такое хорошее по консистенции мясо. Давайте понюхаем и оценим его свежесть, запах и какой он на ощупь. Я при вас вскрываю это мясо. Сейчас обрызгалось кровью, как мясорубь. Так, очень интересный запах, запах кваса и запах молока. Такое странное сочетание кваса, молока, огурчиков малосольных и зелени. Очень интересный запах, кстати, он такой терпкий достаточно. У нас это, скорее всего, блэк ангус, как тут пишут, да, блэк ангус. Большая черная корова. Подкладку убираем. Так, и посмотрим на ощупь это мясо. Оно очень сочное, вот даже видно так вот, смотрите. Вообще, обожаю трогать свежее мясо, я не знаю, какое-то странное такое чувство. Оно очень бывает, знаете, бывает рассыпчатое, бывает какое-то покрытое жиром. Вот этот конкретно кусок, он даже по своему какому-то составу напоминает печень. Если вы, когда-нибудь трогали свежую печень, вот прям по ощущениям очень похоже. Такая же она какая-то вот нежная, хрупкая, этот кусочек мяса. Хотя при этом достаточно хорошо держит форму. Видите, я пытаюсь вам показать, вот почему я говорю, что оно похоже на печень. Видите? Не знаю, передает для камеры вот это ощущение, но вот оно стойкое. Дальше. Вот эта прожилочка, единственная, которая нам встретилась. Видите, вот она. И мы видим, что мясо достаточно легко даже руками разрывается. То есть оно мягкое. Вот, видите, спокойно я делаю прорез в этом мясе. Так что оно такое вот мягенькое на ощупь, интересное. Вот, и жирненькое, в смысле не жирненькое, а сочненькое. Вот я если поднажму, то из него начинает сочиться, видите, сок. Вот, интересно. Ну что же, я буду его готовить по своему фирменному рецепту. Если вам интересно его узнать, пожалуйста, переходите на мой другой канал, на наш канал, на котором мы показываем, как научиться просто и готовить в том числе. Приходите в гости. Тот канал называется EasyLearnTV. Или по-русски Смотри и учись. Всем бабусики! Спасибо. 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 Спасибо.